Заметите, что с Андреем Стекловым за последнее время много новостей. Сегодня хотел бы обозревать новость. Актер Стеклов не удержался, увидел некого блогера Петрова. Сейчас будем разбираться, друзья. А пока ставьте лайк, подписку и погнали. Если с Владимиром Стекловым в принципе все понятно, кто он, что он. Для меня он, например, помнился как прапор из сериала «Кодес». Вот вы видите сейчас в кадре. Кто уже такой Андрей Петров? Что это вообще за личность? Потому что если написать в том же гугле, кто такой Андрей Петров, блогер, то можно немножко удивиться, что это, кто это вообще, что это такое, что ты такое, как модно говорить и так далее. Так чем же не угодила эта личность Владимиру Стекловым? А вот на канал Андрея Петрова, конечно же, можно зайти, если посмотреть. У молодого человека или молодой девушки, извините, я еще не знаю, как говорить. У него есть своя аудитория, у него есть один миллион подписчиков, у него есть регулярные просмотры на канале. Но пять месяцев назад, конечно, он загружил видео, но тем не менее, то есть в принципе аудитория у него своя есть. На Инстаграм заходить не хочу, сейчас у нас компьютер не заходит. Но тем не менее, мы видим, что лично популярна, у него есть своя аудитория. Он не для себя как бы только снимает. Не такой прям дурачок, да? И вот в том, друзья, что Владимир Стеклов назвал Андрея Петрова существовало довольно странным, и то, что от него нужно держаться подальше и менять идеологию вообще нужно страны и политику в целом, чтобы таких людей и блогеров было меньше. Но Владимир Стеклов можно бы понять, человек, он старенький, конечно, 74 года все-таки за то, как выглядит, да? И таким людям непривычно пристраивать свое мышление и понимая, что есть люди, которые могут выглядеть как они хотят. Потому что, например, возможно, Петров в душе нормальный человек, как бы это странно не звучало, но он, например, как руки-базуки, если знаете, да? И другие есть примеры, которые решили, что им так будет лучше, для их образа так нужно выглядеть. Или Александр Шпак, если кто не знает, каких-то личностей в интернете много на самом-то деле. Поэтому нужно еще подумать, кто здесь неправ, Стеклов или Петров? Ну, мы на последних давайте разберемся. Сейчас Стеклов хочу, чтобы культура и идеология менялась, а это дело нелегкое. Самое главное далеко не быстрое. В общем, этого простого русского мужика подрывало от того, что кто-то выглядит как он хочет, не загоняя себя в эти рамки. Согласны вы с этим или нет, но это факт. Осветовать менять идеологию, так как ему что-то не нравится, это уже эгоизм, извините, в свои там 74 года. То есть все должны молодые жить для него или что. В своем видеобращении молодой человек пожаловался на жизнь. Это я говорю про Петрова в России в условиях санкций. Посоветовал в частности, что теперь даже нельзя купить дорогую сумку люксового западного бренда. Ну, здесь конечно согласится. Какой-то странный загон молодого человека, но это опустим. Ролик Петрова проявил актера во мне до умения. Он заметил, что эпоха гламура, к сожалению, коснувшаяся и нашей страны, ну то есть вашей страны России, слава богу, это не моя страна, очень переформулировала культурное пространство и поменял облик главных героев современности. Вот так, друзья. Так что решайте, как кому жить или не решайте, а живите своей жизнью. Продолжение следует...